Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях Александр Филатов, дрессировщик, который приехал к нам в Рязань с новой цирковой программой. Здравствуйте, Александр. Насколько я знаю, вы представитель одной из известнейших цирковых династий. Да, совершенно верно. Если можно, чуть подробнее для наших зрителей расскажите, чем занимаетесь вы, чем занимались ваши предки, кого дрессировали. Ну, я надеюсь, многие зрители нас еще помнят, нашу фамилию, династию. Мы в основном специализируемся на дрессуре медведей, именно бурых медведей, российских медведей. Наверное, эту эстафету именно мне передали мои родители. А родителям начал дрессировать конкретно именно Мишек наш дедушка, Валентин Иванович Филатов. И принес вот как бы широкую известность не только по территории России, но и по всему земному шару. Вот. И поэтому на данный момент мы, конечно, не остановились только на дрессуре медведей. Я работаю по совместительству еще коверным, клоуном. Вот в первом отделении вместе с партнером Александром. Моя сестра, она работает вместе с мужем Владимиром. Иллюзионные аттракционы у них показывают различные фокусы. Люди летают, там, прокалывают, распиливают. Ну, все такое, что, в принципе, любит, наверное, на данный момент молодежь. Ну, и вообще осваиваем многие жанры и стараемся идти в ногу со временем. Вот. Поэтому приходится и заниматься и светом, и лазерной аппаратурой. Как бы помимо непосредственной нашей, конечно, работы. Александр, нам простым обывателям всегда интересно, как начинается, да, как сказать, ваша деятельность как дрессировщика. Вот. Когда вы впервые познакомились с вашими подопечными? Ну, я вообще, в принципе, с родителями по гастролям езжу с двух месяцев. Как меня вот родили, так вот. Я, в принципе, вместе с родителями объездил в многие страны и города. Да, учился в разных городах, в школах, в том числе в Рязани учился у вас. Мы не первый раз здесь. Были года три-четыре назад примерно в вашем цирке гастролировали. Вот. Но на данный момент мы привезли совершенно новую программу с новыми номерами, трюками. Стараемся как бы удивлять постоянно, ну, чтобы не показывать. Вот. Но у нас визитная карточка – это, конечно же, медвежий цирк-аттракцион, в котором мы тоже многое что поменяли. Вот. И хотим, конечно же, удивлять рязанского зрителя. В субботу, 20-го числа у нас состоится премьера в Рязанском государственном цирке. И наша программа будет посвящена 95-летию компании «Росгодцирк», непосредственно которой мы представляем со дня ее основания. Вот. Поэтому надеемся на хорошие отзывы и комментарии. Мы всегда любим со зрителями после представления пообщаться, спросить, что понравилось или не понравилось. То есть введем такой более живой образ вот этого искусства, чтобы, ну, как бы не то, что нам нравится показывать, а чтобы это всем нравилось. И принимаем всегда какие-то и критику, и наоборот, приятно всегда услышать, что людям нравится. Вы меня простите за мою назойливость, вы все-таки не сказали, в каком возрасте вы впервые… Да, да, я немножко отвлекся от темы. Я начал помогать родителям с 14 лет, вот, так как, в принципе, с хищниками работать по закону Российской Федерации нельзя до совершеннолетия, поэтому я так присматривался издалека, там, вот, как вы видите, там, мишки выходят в разных костюмах, рекизитам, то есть вот помогал со всякими закулисными такими делами, то есть то, что не видят зрители, там, у нас, ну, очень много народу, то есть вроде бы в Манеже работают, там, один-два артиста, да, и много мишек. На самом деле, там, кропотливый труд происходит от закулисной части, много помощников одевают, переодевают мишек. Ну, вот, с этого я и начинал. И, ну, в Манеж, потом был ассистентом, асситировал родителям, и так постепенно, вот, они как бы меня подвели к выходу уже как артиста, и на данный момент вот тоже работают ракционно. Александр, а в чем сложность работы именно вот с таким животным, как медведь? Ну, в первую очередь, это хищники, и хищники, которые не показывают свою агрессию, то есть вполне они всегда спокойные, такие мишки, вот сидят себе, вроде у них все хорошо, и в любой момент они могут броситься, то есть у них все равно хищный рефлекс, вот это все, оно никуда не уходит, не с годами, хоть мы их и выращиваем вот совсем там маленьких, сосочек выкармливаем, но как бы они всегда остаются хищниками, про это забывать нельзя, и нужно иметь очень хорошую команду, то есть когда я работаю в Манеже, за мной стоят мои дрессировщики, дрессировщики, ассистенты, и вот в них именно нужно быть уверенным, что сзади у тебя есть глаза, которые, в принципе, за тобой и подстраховывают тебя в любом случае. А сколько животных у вас принимает участие в программе? Я имею в виду медведей. Медведи? Да. Ну, у нас сейчас вообще есть двое мишек, они родились буквально это зимой, вот после Нового года, то есть, ну, там я уезжал, у нас был отпуск, вот сейчас у нас первый город после отпуска, мы начинаем, мы уезжали в отпуск, они были маленькие, вот здесь ребята, их, конечно, откормили, я приехал, там уже вот такие прям мохнатые комочки, вот сейчас будем начинать с ними репетировать, у них будут первые выходы в Манеж, вот пока они так прогуливаются, наслаждаются еще такой детской жизнью. А вообще у нас 16 медведей на данный момент, вот, разных возрастов, то есть и самки разные, то есть на мишке мы не держим там, как бывают дрессировщики, там только либо самок, либо самцов, у нас смешанная группа, в принципе, нас это как-то не напрягает, то есть некоторые не могут так работать, ну, то, что у медведей есть гулка, как у всех, вот, ну, вроде мы справляемся с таким количеством и с разными мастями, вот, медведей, и, как бы, получаем от этого, в принципе, удовольствие. Скажите, вот в этой программе рязанцы, помимо ваших аттракционов с медведями, что еще смогут видеть, может быть, каких животных? Животных у нас на самом деле очень много, у нас будет экзотическая группа, там и пеликаны будут, и верблюды, вот у нас работают артисты свечевы, будут есть всякие репризы, опять же, и со зрителями, и вот у нас есть собака-каскадер, которая единственная в мире выполняет прыжок 6-метровой высоты, прямо в руки, ну, к моему партнеру Александру, вот, тоже такая у нас есть гордость, собака-супермен у нас, вот, потом еще у нас будет конный аттракцион, в этой программе будут очень красивые различные пород собаки, то есть и разных цветов, и пород тоже очень интересный номер, ну, и в целом программа у нас очень много жанровая, то есть такие жанры, которые в цирках уже мало где встретишь, потому что их нужно много репетировать, каждый день, там, вот у нас Максим, Максим фон Эквилибрис на катушках, и этот жанр, ну, на самом деле очень сложный, и вот вообще идея, задумка аттракционно-медвежьего была, что первое отделение показывают артисты различные номера и трюки, а во второе отделение вот люди отдохнули, прогулялись, и приходят, и то же самое делают медведи, то есть по всем жанрам идет медвежий след. Действительно будет на что посмотреть, давайте еще раз для наших зрителей скажем, первое представление пройдет... Премьера пройдет в эту субботу, 20 сентября, и в воскресенье также будет представление, всех очень ждем, обещаем всех удивить различными всякими фокусами. У нас, кстати, будет для девушек, наверное, очень интересно, это мгновенные переодевания, то есть буквально за секунду можно поменять наряд. Это вот работает, опять же, моя сестра Валентина с Владимиром, очень интересно, постоянно девушки восхищены, они до конца первого отделения сидят, наверное, только об этом намере думают, мы это постоянно просто замечаем, ну, и очень интересный жанр, тоже такой старинный, потому что, ну, гропотливый труд, там, именно иллюзионный происходит, поэтому есть чем удивить, всех очень ждем, и, опять же, напоминаем, что программа посвящена 95-летию компании «Росгородцирк», поэтому мы будем стараться и всех очень ждем. Ну что ж, Александр, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли, я надеюсь, что недостатка в зрителях не будет, мы с вами попрощаемся, а телезрители, я думаю, дальше посмотрят то, что вы для нас приготовили. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!